даже запись так ну что слышно меня это все слышно меня то слышно а вот все теперь я так ну что извините за задержку давайте давайте начинать итак мы продолжаем обсуждать всякие штуки связанные с первыми интегралами значит я напомню что в прошлый раз модель определения значит у нас есть автономной системой какая нибудь x точка равняется v от x и x это какая-то какая-то штука в инверном пространстве а тогда функция h из этого инверного пространства в называется первым интегралом если она сама по себе не константа но для всякого решения и уравнение 1 существует такая константа c что для всех моментов времени т в которых это решение определено у нас эта штука константа вдоль траектории и в прошлый раз мы обсуждали в принципе такие первые интеграла а сейчас я хочу предоставить некий способ по крайней мере определять или функции первым интегралом или нет но вообще идея примерно такая как бы считается что если у вас есть какое-то уравнение если вы нашли первый интеграл то вы как-то приблизились к решению изначально сам себе это название первый интеграл у нас что у нас выключилась значит изначально сочетание первым интегралом оно возникло примерно в те времена когда люди пытались решать все дифференциальные уравнения вот и свои интегрирования и вот как бы первый шаг на этом пути этот когда вы нашли первый интеграл но в действительности искать первые интегралы сложно нет никого универсального способа вам дали уравнение видите у него как первый интеграл никого универсального способа решения такой задачи нет тем не менее есть в обратную сторону задача вам дали уравнение дали функцию и поросили проверить является ли это функция первым интеграла был доказывается что вот это значит решается очень легко для этого не нужно уметь решать сам себе дифференциальные уравнения и давайте я скажу как делается это можно назвать опознанием первых интегралов криминальными название опознание первых интегралов так познание смотрите какая идея ну а давайте посмотрим на вот эту штуку если эта штука это константа то это означает что левая часть не зависит от времени как проверить что какая-то функция отчет не зависит давайте мы рассмотрим функцию ht и вот там для фиксированного выбрали как фиксирован начальному фикси фиксированное решение фиксированных и а после у нас возникла такая вот функция ht она должна быть константами даже не зависит от времени как-то проверить производим что да давайте посчитаем его производим если если 1 интеграл ht константа и аж с точкой которые есть просто дальше подать с другой стороны ну вот давайте смотреть кто такой аж с точкой давайте я может быть для да вот аж маленькая это просто функция которая сейчас я я не влюблю такой аж маленькая аж маленько аж маленько аж маленько т это аж большой ответ а вот значит давайте я напишу вот что давайте я скажу что у меня фи от т но это вектор функция да давайте ее в компонентах напишу что это фи 1 от т и так далее фи 1 от т и тогда дашь по дт и дальше возникает вопрос кто умеет дифференцировать сложные функции у нас есть функция в большое и у нас есть вот эти вот функции фи 1 и так далее фи и 1 поставлю другом да ну вот аж это у нас как бы функция от многомерного вектора то есть у нас она устроена так аж от т это просто аж она зависит от иксом то есть можно написать что это какой-то аж от x 1 и так далее компонент этого вектора соответственно у нас есть частный производный до аж по своим компонентам и получается до аж под x 1 умножить на д и 1 и 1 по дт плюс и так далее плюс dh по dxn на d и n по дт а значит так тут нужно посмотреть какой точке все это рассматривается таких точках значит вот эти вот штуки они берутся в точке фи от т но а вот эти вот производные просто в точке т смотрите теперь у нас есть вот эта вот штука это просто частные производные функции аж по своим компонентом их найти можно если вам дали какую-то конкретную функцию вы можете продеференцировать эти все частные производства а то такие вот эти товарищи правая часть да опять же можно расписать вот я здесь все написал в такой компактной векторной форме но можно сказать что у меня в от x она состоит тоже из компонент в один от x и так далее в м и понятно что если у меня фи это решение то это означает что производные фильм это правые части моего уравнения но только опять же нужно понять в какой точке давайте напишем что это есть dh по dx 1 в точке фи от т а дальше я хочу написать вот здесь вот в 1 в какой точке у нас есть у нас есть решение которое зависит от времени соответственно вот мы считали вот мы здесь рассматривали производную фи в точке т мы знаем что фи это решение это означает что его производная в момент времени t равняется в которой подставили эту самую точку фи от т поэтому здесь нужно поставить в 1 поставить тоже фи от т и так далее значит нужно здесь такую штуку написать а ты смотрите что получается на самом деле если посмотреть на вот эту вот вещь то это в общем просто значение дифференциала функция аж большое посчитано в точке фи от т в которой подставили вектор в 1 и так далее в взятый . тоже в точке фи от т но вот конкретно в этом контексте вот это выражение принято обозначать таким образом вся эта штука это производная вдоль векторного поля в от функции аж посчитанная в точке фи от давайте я отдельно независимо сейчас напишу обвление вот этой самой производной значит кто так а кто такая lvh значит lvh это снова функция из рнв которая устроена там ее значение в точке в какой-нибудь точке x это просто нам нужно посчитать dh по dx 1 в этой самой точке x умножить на в 1 в точке x плюс и так далее плюс dh по dx n в точке x умножить на н в точке x значит вот такая штука это называется производная функция функция h вдоль векторного поля то есть смотрите что эта штука показывает но вот у нас была какая-то значит вот у нас есть какое-то фазовое пространство на допустим двумя для простаты x 1 x 2 значит у нас здесь есть какая-то функция h но вот давайте я эту функцию буду изображать в виде или не уровне и у меня есть векторное поле какое-то векторное поле вы а соответственно что показывает вот эта вот штука lvh в точке x вот я взял какую-то конкретную точку x скажу вот эту вот у меня . что такое lvh в точке x что он показывает что это как бы скорость роста функция h в момент прохождения точки x при движении вдоль вектора v от x ну значит со скоростью за 1 эти вектора ну да 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 то же самое что дефицинсал то же самое что производного направления все одно и то же на самом деле ну как действительно производные по направлению как считается вот народ так и считается нужно взять частные производные и их умножить на компоненты века как знакомые отлично вот ну и действительно то есть смотрите чем получаем теперь а совершенно неудивительно что у нас это выражение здесь возникло потому что она у нас возникла исходя из того что вот мы изначально задавали вопрос как будет меняться функция аж большого если мы будем двигаться вдоль вдоль решений дефицинсального уравнения которые заданы векторном поле v ну ответ ответ дается именно как раз вот этой самопроизводной вдоль векторного поля а соответственно если аж является первым интеграл то мы знаем что вот эта вот штука она равна нулю и у нас возникает такая естественная задача то есть поскольку вот эта вот точка фи от t это ну как бы фи это произвольное решение это произвольный момент времени то есть нам нужно чтобы вот эта вот штука она была бы нулем вообще в любой точке только в этом случае функция аж является первым интеграл на давайте какой-нибудь пример посмотрим и давайте начнем с чего-нибудь простого что то у нас есть наше многострадальное уравнение осциллятора какой у него там первым интеграл и давайте пересмотреть дать прямо что действительно первым интеграл то есть нам для этого нужно сделать такую вещь нам нужно как бы взять вот эту вот функцию и подставить в нее решение нашего уровня x от и y от t dh x от и y от t по dt это есть на самом деле можно просто сказать так вот у меня есть выражение x квадрат плюс y квадрат и его просто хочу продеференцировать по времени значит это получается 2x умножить на x с точкой плюс 2y умножить на игрек с точкой x точка y с точкой можно выбрать просто можно взять просто из правой части нашего уровня значит получается 2x y минус 2y x и действительно видно что эта штука равно нулю причем вообще не вне зависимости от того в какой точке мы там находимся вот надо сказать что вот эта вот штука которая называется которую мы сейчас нашли которая производная производная вдоль векторного поля это довольно полезная вещь она полезна не только для отыскания первых интегралов но и для решения других задач ну вот например давайте давайте еще один пример сейчас разберем допустим у меня есть та же самая функция x квадрат плюс y квадрат а уравнение устроено по-другому уравнение устроено так x точка равняется игрек например минус x и горек с точкой равняются скажем минус игрек минус x вот такая вот такая система а вопрос является ли функция x квадрат плюс y квадрат и первым интеграл ну давайте смотреть сделаем то же самое значит мне нужно посчитать 2x x точкой плюс 2y y с точкой 2x y минус x плюс 2y минус y минус x ну естественно как в прошлый раз вот эти слагаемые которые отвечают за 2x y у нас чудесным образом сократились но зато есть еще два слагаемых которые честным образом наоборот не сократились и мы получаем вот так вот что минус 2x квадрат плюс y квадрат стало быть эта функция x квадрат не является первым интеграл но на самом деле вот этот ответ который мы сейчас получили он может нам сказать больше чем то что она не является первым интеграл видите ли вы что еще а этот ответ нам говорит ну да но но вот что конкретно можно сказать можно сказать что мы могли перейти в полярные координаты и найти уравнение уравнение относительно полярного радиуса и вот это вот тоже похоже на что мы сейчас сделали но даже можно можно без этого вот если я вас спрошу значит вот у меня есть вот у меня есть сейчас линия уровня этой моей функции x квадрат плюс y квадрат который мы проверяли просто такие окружности и мне известно что мне известно что векторное поле устроена то что производная вот этой функции вдоль этого векторного поля она вот такая что хорошего можно сказать про эту вот функцию она отрицательная да всюду кроме всюду кроме нуля а что это означает значит вектор быть направлен в сторону углубления функции то есть на самом деле вот эта штука нам автоматически показывает следующий факт что если у нас есть какая-нибудь траектория любая то она никуда не денется а будет вынуждена приближаться к началу координат потому что ну просто потому что буквально у нас здесь получилось что квадрат расстояние до начала координат является убывающей функции да у нее производная отрицательная поэтому в принципе вот такого рода анализе заметить что мы здесь не решали уравнение мы могли бы выложить конкретно это уравнение она решается легко но мы его не решали но тем не менее мы смогли ответить на вопрос о качественном поведении траекторов и в принципе вот эта штука которая производная вдоль векторного поля она часто используется именно для таких цель когда вам нужно доказать что у вас есть какие-то какие-то кривые или какие-то семейства кривых и вам нужно доказать например что ваше векторное поле пересекает эти кривые там определенное направление за это переходит из левого половины в правую половину и в этом можете сделать с помощью не решая уравнение просто пользуясь этим вот понятием призванным векторного пола но это первая история когда я хотел сегодня рассказать если есть какие-то вопросы но это не архимедова спираль будет а здесь на самом деле будет решением логарифмическая спираль но на самом деле если мы просто перейдем новые давайте просто может быть действительно запишем как то что решается если просто перейти в полярные координаты не то что означает перейти полярные когда это означает что вот у нас есть новая переменная которая называется r который есть корень из x квадрат плюс y квадрат но это же нам нужно сделать ровно то же самое что мы только что делали нам нужно найти мы хотим написать уравнение вот на эту новую переменную и это означает что нам просто нужно продифференцировать правую часть этого векторного поля и получается такая штука значит опять же 2x икс точкой плюс 2y икс точкой но единственно что нам теперь еще нужно все дело поделить снова на 2 на 2r но в числителе мы знаем чего здесь будет в числителе здесь будет то что мы уже точно писали это минус 2x квадрат плюс y квадрат здесь получается минус 2 r квадрат разделить на r то есть просто минус 2r то есть смотри что получается что у нас на радиус просто возникает уравнение вот r с точкой равняется минус r и она явно решается это означает что у нас радиус будет убывать как просто r0 на е в степени минус 3 но для того чтобы понять что у нас там действительно спирали нам нужно еще написать уравнение на угол но давайте я сейчас не буду это делать значит можно в принципе сказать что угол это есть просто арктангенс чего игре к на x ты можешь продифференцировать эту штуку ладно я не могу остановиться значит игрек с точкой мне нужна производная арктангенса производная артангенса это вот такая штука да и производная внутренней функции это чё там мне нужно игрек с точки на x минус x с точкой на y разделить на x квадрат теперь значит нас получается очень похожая вещь так теперь минус они плюс но давайте поставим посмотрим что получается значит x значит игрек с . это минус игрек минус x значит минус игрек минус x умножить на x минус x . это у нас был игрек минус x умножить на игрек разделить здесь будет x квадрат минус игрек квадрат теперь главное правильно посокращать все в числителе теперь как раз со множители когда солгаемые которая содержит x игрек они как раз уйдут потому что здесь у нас минус x игрек слева а справа будет плюс x игрек потому что там два минуса и в числителе остается минус x квадрат минус игрек воду это минус единицы это означает это означает что у нас в полярных координатах а уравнение устроено очень просто у нас угол просто уменьшается со скоростью 1 радиус уменьшается вот так в экспоненте вот но это соответствует тому что фазовые кривые будут то есть там я их нарисовал неправильно потому что они не в ту сторону крутится фазовые кривые будут вот такими вот спиральными довольно быстро уменьшаться ну вот как ну и с этим на самом сайт картинка мы еще столкнемся не раз а когда будем обсуждать линейный систем более систематически вот ну вот видите что вот в этом случае как раз от первых интегралов мы даже не смотрят то что первого интеграла здесь никакого нет но используя те же идеи дифференцирования вдоль векторного поля или что то же самое введение новых новых координат мы это уравнение решили и я предлагаю еще одно сейчас один класс систем изучить он приятен с разных точек зрения например но он приятен тем что можно поставить довольно нетривиальный фазовый портрет и увидеть довольно нетривиальную динамику с понятной физической интерпретацией пользуясь такими довольно элементарными методами значит ну давайте давайте скажу что это называется консервативная система с одной степени свободы ну хорошо заголовок уже выглядит не криминально как-то политологически давайте рассмотрим такие такой класс систем x с двумя точками равняется f от x а ты что это такое но что нас просто есть одна координата и какой-то объект который может двигаться право влево действует сила которая зависит только от того где этот объект данный момент находится вот такие вот системы они называются вот это уравнение называется уравнением бьютона и в целом такие системы называются консервативными системами с одной степенью свободы почему они консервативные мы сейчас увидим давайте ну давайте перепишем это в виде давайте даже буду использовать букву в в знак того что это скорость и давайте найдем эту штуку 1 интеграл на самом деле можно по-разному это сделать можно например просто угадать можно сказать что функция h от x в который есть в квадрат пополам минус интеграл f от x dx и является первым интегралом на самом деле можно было бы это сделать просто поделив одно уравнение на другое и опять же получится уравнение с разделяющимися переменными его там несложно называть нужным на виду но можно просто заметить что действительно эта штука является первым интегралом потому что ну потому что опять же давайте продифференцируем векторного поля ну давайте начнем что это называется дальше 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 получается 2 в умножить на с точкой минус производные штуки по x чему равна большая и эта штука на что нужно умножить на x точка на 2 я потерял да окей мне теперь значит чего у меня получается в на в с точкой это vf а f на x точка это минус f действительно хорошо ну давайте давайте конкретный пример разберем мы нашли первый интеграл молодцы но чему это хорошо давайте рассмотрим конкретный пример математический маятник за счет как математический маятник но такая система которая подвешена здесь какой-то точке у нас есть невесомый но при этом бесконечно прочный стержень есть какой-то угол на стержень действует сила маятник крутится без трения может как угодно крутится вокруг точки подвеса может делать полный оборот если хочет такие качели которые могут прокручиваться а и давайте посмотрим что у нас происходит у нас есть единственная координат который описывает состояние этого маятника но единственное это принцип позиции состояние написано 2 потому что скорость еще важно вот это вот и это единственная когда ты описывает позицию соответственно нам важно понимать как сила f действует как она меняет этот фильм понятно что вот в эту сторону она никак не действует потому что вот вот эта составляющая сила тяжести компенсируется здесь силы реакции опоры но она может быть натяжение нить но если но если представить себе что это маятник находится вот здесь вот так стоит вертикально тогда все-таки уже не нить а именно именно я требую чтобы это было именно стержень а не нить чтобы он был не только не растяжим и не сжимаем и поэтому нас на самом деле интересует только вот это вот составляющая которая касательно и ее можно легко найти получается у нас какие-то треугольники возникают вот тоже прямоугольный треугольник прямоугольный треугольник а вот этот угол видимо какой-то думал будет такой же как вот и та самая составляющая f которая нас интересует вот эта составляющая она просто мж синус фи на самом деле что что мы здесь видим начну здесь должно быть мж синус фи оно должно давать нам ускорение вот этой точки на камере компонент ускорения который смотрит вот в эту сторону второй закон и ну давайте мы скажем что у меня длина этого стержня и тогда мы получаем такое уравнение эльфи с двумя точками отношу ускорению попрошу начинал на носу намножить равняется надеюсь этот минус поставлю потому что смотрит как бы вот этот вектор он смотрит не в ту сторону в которую фи увеличивается и увеличивается в эту сторону а вот этот вектор действует обратную сторону поэтому 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 теперь перейдем минус поставить а значит минус я уже синус фи масса сокращается но остается вот такая вот штока фи с двумя точками равняется минус жена это уравнение математического маятника физику они верят что все любят качаться на качель я показывает отклонение маятника вторая производная фи но у вас маятник качается и зависит от времени вот это вот но это компонент ускорения спроектированная на вот эту вот чтобы на направление перпендикулярной а н потому что одно смотрите это размер или то длина этого самого стержня соответственно понятно что с одной для одной и даже допустим угловой скорости чем длиннее стержень тем быстрее он будет ехать скорость скорость равняется эльфис . вот макро мере опять же скорость в направлении в проекте скорость вот это вот это направление тельфис . ну а производная эльфис . ну да что такое давайте посмотрим на это уравнение теперь начинает как раз уравнение вот ровно того виду которого я здесь написал только у нас вместо икса есть фильм и давайте еще для простоты сейчас будем считать что это равняется же численным просто потому что я не хочу таскать с собой констант хотя можно поизучать то как зависит на наших маленьких этих самых аджей но давай час не будем значит нас тогда есть вот такое уравнение фи с двумя точками равняется минус синус фи и у него есть 1 интеграл можно можно сразу написать фи с точкой равняется в с точкой равняется минус синус фи и у нас интеграл который зависит от фи и в значит твой квадрат пополам минус интеграл от минус синус фи до фи так самое сложное интеграл от минус синуса это косинус минус здесь можно добавить константу на понятно что с точки зрения первого интеграла от константа нам не жарко не полу на самом деле кстати говоря вот этот первый интеграл у него тоже есть вполне понятный механический смысл по крайней мере вот этой части есть понятно механический смысл кто такой вот этого квадрат пополам а вот эта штука стала бы потенциальной энергии на самом деле понятно что минус косинус тоже тоже понятно из таких знакомых на соображение но мы знаем что механическая энергия тела в поле тяжести она как раз чем выше тем тем больше а высоком тело которая высоко весит она имеет высокую потенциальную энергию но здесь ровно это и получается минус минус косинус фи это просто игриковая координата в этой точке да да ну а так всегда так всегда будет потому что как быть честно фазовое пространство этой системы это как раз фазовое пространство x и x точно потому что мы всегда переписываем вот такое уравнение мы всегда его переписываем в виде системы вот таких вот уравнений как бы вот здесь написано что с одной степенью свободы у нас как бы степень свободы одно в том смысле что у нас эта штука вот ее позиционная координата она одномерно но при этом фазовое пространство она имеет размерность двое больше чем позиционную всегда что у вас есть у вас есть положение и скорости но поскольку поскольку мы всегда хотим от такого что-то перейти у нас всегда возникает а за пространство 2 больше размер ну и на самом деле дальше идея в том чтобы посмотреть на то как устроенные линии уровня вот это вот вот эта функция которая у нас получилось и попробуем представить себя как она выглядит в трехмерном пространстве потом покажу вам но давайте попробуем ручку построить что понять почему она такая значит давайте начнем с того что я хочу сейчас вот в таком вот пространстве построить график построить график вот этого самого значит смотрите если у меня например например в равняется нулю то здесь получается график просто минус косинус фи то есть это какая-то вот такая вот синусоид но начинающиеся с минус единицы вот такая вот какая-то штук а теперь давайте посмотрим если я теперь возьму какое-то значение вы вот это допустим значение вы и попробую нарисовать срез этой штуки плоскостью которая проходит вот эту вот точку как там эта штука будет выглядеть это та же самая косинусоиды потому что от фи она точно так же зависит минус косинус фи но только к ней прибавляется константы здесь получается что она там сдвинута вверх ну если бы наоборот бы двигались по ней не туда а наоборот в обратную сторону сюда то же самое было бы тоже тоже здесь вверх и тут можно нарисовать с другой стороны наоборот можно нарисовать вот такой вот срез что понять как она там двигается но и понятно что вот в таком вот срезе у нас наоборот зависимость не от фи а от вы а зависимость просто по параме возникает вот такая вот штука не знаю насколько убедительные нарисовал но представьте себя можно думать так вот у нас есть у нас есть вот это вот косинусоиды такой вот конкур и мы и мы его вот так вот двигаем такой желуд вот ну а теперь самый интересный вопрос ну хорошо жёлоб жёлобом как устроены линии уровня все эти штуки если я теперь хочу этот жёлоб такой вот а если я хочу его теперь порезать какой-то вот по горизонтали ну давайте начнем давайте начнем двигать эту горизонталь вот так вот снизу значит во первых если она находится совсем низко тут вообще нет никаких точек пересечения с этим желудом потому что желудок он вверх на 100 все стороны зачем вот в эту сторону 100 2 а в эту сторону а дальше вот когда мы добрались вот досюда аж у нас совпадает с вот этим вот точками я заберу понятно что в этих точках достигается минимум потому что здесь эта штука ведет себя ну вот как как пробовал и и как там выглядит линии уровня сначала сами точки сами точки они просто просто вот отдельные точки отдельно линии уровня которые состоят из точек ждать нам кто это считается за точки здесь но здесь будет ну и так далее это периодически будет повторяться а дальше если после этого подниму чуть-чуть уровень вверх как будет устроена линии уровня такие но у нас все-таки теперь линии уровня буду же не отдельные точки если бы мы смотрели бы если мы смотрели бы только на если мы смотрели бы только на плоскость которая проходит через выравнивается нулю тогда да но на самом деле у нас здесь возникает какие-то линии да но вот вблизи вот этой вот точки например график наш это на председателя что умеет желудок и он вот здесь вот в минимуме он там выглядит как как чашка как пробовал и поэтому если не уровня они будут таким вот ну он вот здесь он примерно про балует на самом деле это можно даже увидеть просто из формулы потому что смотрите вот у вас здесь косинус и теперь а у минус косинуса соответственно будет наоборот минус один плюс x квадрат пополам поэтому здесь вблизи нуля в это будет примерно в квадрат пополам плюс x квадрат пополам как раз ну понятно что не точно кто-то здесь еще и слагаемые есть но примерно как раз пробовал и и чем ближе к началу координат тем тем более точное приближение потому что здесь старше члена они становятся маленькие стремление к ну хорошо что дальше будет происходить вот дальше мы этот самый уровень поднимаем поднимаем и понятно что во первых что происходит что происходит этим вот кружочками они увеличиваются да как-то так то не увеличивается а дальше мы начинаем приближаться вот этой точке а вот эта . это не просто . она тоже . желоба но только теперь это не вот этот вот минимум желоба который как пробовал а теперь вот этого . она вот у нее по этой координате у нее там максимум а по вот этой координате это минимум то есть она получается сейчас как ты знаешь вот так вопрос как устроены линии уровня такой штуки на самом деле если мы снова используем разложение косинуса в ряд да если мы бы его разложили бы но уже не в окрестности вот этой точки в окрестности вот этой точки то там было бы не единицы минус x квадрат пополам а единицы плюс сейчас наоборот было бы как раз вот такая вот что вот это вот разложение косинуса вблизи своего максимум как как нули поэтому то что когда здесь возникает она похожа на вот такую штуку значит вот здесь вот у нас возникает примерно такая штука значит в квадрат пополам что там будет минус 1 плюс но здесь будет x минус x но так сейчас нет не так и в квадрат пополам и 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 вот это вот как бы наши новые наши какие-то нового как но она должна была нигде перекопаться но давайте посмотрим как это все будет происходить то есть у нас возникает вот здесь у нас тоже возникает какая-то такая специальная точка и в окрестности вот этой точке вот здесь вот у нас линии уровня устроена как гипер вот вот согласны можно правду это это именно гипербола типа вот в квадрат минус все квадрат все это у меня сейчас просто и минус то что это точка если мы сейчас продлим эти гиперболы то там-то они гипербола здесь они по-прежнему выглядят точнее не так они здесь будут вот здесь у нас или еще одна гипер вот ну вот как то так согласны с картинкой что будет дальше если еще если я еще выше подниму уровень на котором я работаю как следующее криво будет значит вот все вот эти вот кривые они замкнуты вот такие вот да а кривые которые будут еще которые возникают из еще более высоких средств они на самом деле будут просто вот такими они по крайней мере на плоскости перестанут быть замкнуты такие вот такие вот будут такие вот будут ну и вот возникает вот такая вот такая вот линия такие вот линию уровня вот смотрите мы таким образом построили фазовые кривые нашего уравнения потому что мы знаем что линии уровня первого интеграла как раз ну мы знаем что фазовые кривые лежат на линиях уровня ну а теперь давайте просто посмотрим попробуем понять какая линия уровня чему соответствует давайте еще стрелочки на этой картинке расставим чтобы это были прям частные фазовые кривые как стрелочки на картине стоят значит у меня горизонтальная координата это горизонтальная координата это фи вертикальная координата это в значит как раз ставить стрелочки на самом деле достаточно одну какую-нибудь стрелочку поставить и дальше все будет понятно например можно взять какую-нибудь вот такую вот точку вот эту вот точку скажем и задать вопрос как вот в этой точке меняется фи она там увеличивается или уменьшается ну да потому что раз в это производная фи по определению поэтому если вы положительно то значит там производная увеличивается значит там сам само фи увеличивается но это означает что все стрелочки стоят вот так в верхней половине они стоят слева направо а в нижней половине они стоят на на самом деле ведут справа налево вот тут полезно наставить много чтобы понимать что происходит вблизи каждой точки а вот давай теперь смотреть вот например я например я выбрал ну давайте вот эту . ну во первых вот это вот сам цветочка это 00 это положение равновесия когда у меня просто маятник смотрит вниз и иметь нулевую скорость понятно что в этом случае он так и будет так висеть дальше допустим что я стартую откуда-нибудь вот отсюда что это что это означает что произошло если у меня начальное условие вот здесь да 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 ну значит самом все начальное условие сводится к тому что мы отклонили маятник от положения равновесия и без начальной скорости просто его отпустили и дальше он будет по вот это вот почти круговой если отклонение было маленьким почти круговой траектории он будет крутиться здесь это в общем то самое что мы наблюдаем то что мы видим как именно поливали маятник и вот здесь история не не сильно сложнее чем просто колебания осциллятора шарик на пружинке но когда мы дальше будем увеличивать то насколько далеко мы его отклонили ситуация будет становиться интереснее что если мы посильнее отклонили у нас амплитуда колебаний увеличилась потом мы его отклонили еще сильнее амплитуда колебаний еще сильнее увеличилось ну давайте теперь сделаем ваш давайте мы теперь будем его не отклонять а давайте наоборот если он был например в положении равновесия вот так но мы его тут вот так вот пнули мгновенно и придали ему какую-то начальную скорость это все равно что мы двигаемся вот так вот движение вверх это увеличение начальной скорости и заметить что произойдет в какой-то момент вот мы поднимаемся поднимаемся крутимся крутимся но в какой-то момент мы дойдем до вот этой траектории что произойдет в этом случае да вот смотрите вот это вот на самом деле очень такая специальная траектория давайте посмотрим на то что будет происходить выше выше он будет просто крутиться на самом деле но вот на этой картинке траектории не замкнутая на самом деле она соответствует просто наматыванию пробок понятно что у нас фи это уловая координата поэтому она может каждое прибавление к ней 2 пи вот мы на этой плоскости увидим на самом деле это просто полный оборот то есть вот это вот движение это движение в режиме вращения вот эти движения это движение в режиме качать а между ними есть такая очень специальная траектория давайте еще посмотрим на вот эту вот точку что до этого значит эта точка с углом пи и скоростью 0 то есть это когда у нас маятник просто вот так вот торчит вверх с нулевым начальным условиям если он если он прям самом деле с нулевым начальным условиям то он так будет торчать вверх всегда потому что в нашей модели нет никаких внешних воздействий которые могли бы его сдуть и так чтобы он начал куда-то двигаться значит это положение равновесия на практике невозможно увидеть но при этом теоретическое его значение очень важно потому что именно у этого положения равновесия и есть вот такая вот траектория которая к этому положению равновесия ведет но при этом заметить что вот сама вот это вот особая . она сама себе траектор здесь отдельное решение которое в этой точке начинается и в ней живет вечно поэтому вот эта траектория которая как бы входит в эту особую точку в это положение равновесия на самом деле туда не входят на самом деле вы будете двигать вдоль этой траектории вы будете становиться все ближе и ближе и ближе к этому положению равновесия но никогда его не достигнуть это опять же тоже невозможно пронаблюдать на практике но можно представить себе что вот мы вот мы качнули маятник и качнули мы его ровно настолько чтобы с одной стороны ему было бы достаточно то есть мы должны придать достаточно большое ускорение чтобы он бы не не стал бы вот так вот поливаться но достаточно маленько чтобы он не про культ не по крутился если мы так мы настолько точно подобрали начальную скорость смерть этим двумя режимами то он будет он будет вот так подниматься не bring us прямо с поднимать CE подниматься кон � Watts плюс и тогда бесконечности никогда не дойдет для этого положения равновесия как раз смотрят до после . не включается не конкретно то что тректора они не умеют пересекаться а в но это естественно потому что если вы на уравнение посмотрите то у вас вот вблизи вот этой точке . . вблизи точки синус маленький поэтому он будет приближать к этой точке мы будем все медленно и медленно на принципе логично даже если вот представьте себе что я запустил территорию которая близка предельный она тоже тоже понятно что по мере того как вы будете подниматься вверх у вас скорость будет уменьшаться потенциальная энергия расходуется и поэтому вот вблизи этого положения равновесия который просто смотрит наверх вам скорость будет очень маленькая но в общем не знаю сколько я эту картинку не рисую столько она меня продолжает удивлять тем фактом что мы можем вот так вот голыми руками вообще пользуясь каким-то довольно простыми матемическими соображениями понять как работает система с довольно нетривиальной динамикой причем система про которого у нас есть понимание того как она должна работать потому что все представляете себя как устроена качели все представляют себя что качели могут прокручиваться и тогда примером очень простой и такой модельный но зато вот ну вот так давайте покажу визуализацию которая в какой-то момент каждый день poss τα Sing про Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что, все тогда, наверное, на сегодня Субтитры создавал DimaTorzok